всем привет ребята с вами я снова сегодня мы делать замечательное блюдо украинского происхождения это голубцы буду делать сегодня не один поэтому все по порядку все нам расскажут как зачем и почему поэтому поехали в общем поставили первую очередь воду для того чтобы она у нас закипела потом мы будем опускать сюда капусту вот ну и и постепенно проваливали то что получать листья так мы почистили капусту вот плохих листиков с рисом что делаем так мы будем подожди мы будем листья подваривать или цельную капусту я раньше делал как-то покажу как это делается надо вот у тебя была такая штука какая штука паровая типа нет с двумя рогачами такими как вилка а понял есть такая сейчас найдем и найди вот так вот таким вот образом сейчас это все закипит соль добавляем просто так вот бросаем отлично дождем когда она закипит да но там я тебе говорю там казан проверено годами как говорится так слили чуть воды потому что казалось много вот так вот мы ее опускаем так вот еще зачем-то придавить как она будет вортираться нападать придержать а то сию так удержать держим пока она не сварить а потом будем отделять до полу готовность капуста кстати я смотрю на разносортная на сегодняшний день нет какая-то из них мягкая какая-то из них жесткая ты покупаешь там без разницы на базаре там или магазине на разносортно поэтому приходится вот таким вот вещам прибегать вот он все делилось доставать нет нет нос 1 вот еще не готов вот таким образом снимаешь то есть ты не варишь я понял 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 поэтому вот так вот очень всю капусту кстати еще и вторая если сейчас закипит это очень быстро просто ты понимаешь в чем проблему их надо складывать один в один чтобы не счет парень до сюда творить так мы же крышечка накрыть все окей туда туда вот варим так а пока тут у нас процесс идет с капустой мы распаливаем тандыр спаливаем тандыр вот так вот садил заметил что если что-то вот так переворачиваешь лишь как он говорит обеспиток переворачиваешь с чем это связано наверно с воздухом так пускай разбирается пока растапливаем пандыр тут процесс идет сейчас еще сделаем зажарочку зажарку мы будем делать из лука моркови и томатов из пасты не будем бросать что пасты не будем бросать а ну будем бросать все так вот идет вторая капуста я думаю стать вот это вот который останется но чуть-чуть можно будет завтра где-то наставить и с яйцом зажарить наши вкусно проделаем ту же самую операцию очищаем полагается потом ее опускаем в воду кипяточек так там дыр наш разгорелся и сейчас ставим сюда сковороду сделать зажарку именно на сковороде потому что тут у нас еще капуста варится поэтому мы чтобы быстрее процесс ускорить делаем зажарку на сковородке на тандыре а тем временем капуста уже вся попаренная как вы видите тут уже полностью листья готовы сейчас будем готовить голубцы киса там ходит короче не знаю что она хочет капуста может это капуста сейчас будем жарить лук и морковь так я так сейчас мы будем делать подготовление листьев дощечка вот и сейчас будет приготовление листьев уже непосредственно под голубцы правильно как мы это делаем разрезаем вот эту штучку и слушай не знал этого так она вот такие вот маскинки а капуста нас еще варится там уже такое завтра на завтра вот такие вот листочки маленькие-маленькие листочки так а у нас тандыр уже разогрелся мы сюда сковороду добавляем масло подсолнечного растительного и отправляем сюда лук без моркови без ничего просто лук а сколько лука у нас здесь четыре такие больших луковицы у нас это все отправляем сюда и мы уже жарим до бела правильно я понимаю если что-то попадет не страшно все жарим пассеруем ждем а пока вам идет зажарочка за кадром идет процесс обработки капусты что-то хочешь что-то хочешь так огонь у нас в норме лук начал жариваться и мы его ну так до мягкости обязательно помешиваем лук он не пригорел горел и нам не нужен нам нужен чтоб он был мягенький сейчас у нас огонь умеренный на стандарт сильно разгорелся поэтому на умеренном огне поддувало приоткрыто и вот так вот мы жарим обязательно нужно лук помешивая потому что местами он уже пригорать поэтому нужно помешивать и вот так вот до готовности мы его доводим так и вот на этом этапе когда вот лук уже почти готов да мы добавляем морковь и перемешиваем вот сюда перемешиваем не добавляем не соли не перца ничего и правильно говорю да вот оно нужно еще тоже с морковью протушиться чуть-чуть может быть даже сейчас накроем крышкой для того чтоб она именно протушилась и сделаем на минимальный огонь правильно все верно вот сейчас так и сделаем надо перемешать запах просто просто клав с дымом с морковью все я сейчас добавлю да давай добавим добавим пустого масла чуть-чуть вот и наш понял перемешаем еще разок так и закроем сейчас это все крышечкой дадим ну сколько минут 10 до 10 чтобы оно протушилось чуть-чуть закрываем крышкой вот так чуть-чуть открываем поддувало чтобы температура пошла оттуда так у нас здесь килограмм риса мы отсыпаем на полтора килограмма фарша 300 грамм риса у нас круглый сегодня вообще Василина делает жирнистым но мы сегодня будем делать круглым сейчас это все зальем кипятком водой обычной и все и переставим на сколько постоит короче чуть-чуть и мы потом смотрим все так тем временем пока мы сейчас запариваем рис у нас уже наша зажарочка готова и думаю еще две минуты надо подождать кого давай а мясо давай а мясо смысле но все нот две минуты стоит и все накрываем крышкой так зажарка наша готова мы ее достаем она оставать должна ли нет нет прям такой вот вот такой вот красивой будем бросать фарш а сейчас где-то 300 грамм риса у нас залита кипяточка сколько мы даем постоять 5-10 минут мы даем постоять потому что мы делаем промываем его да промоем и потом спустим до холодной водой промоем все даем постоять так нос рис пропарился теперь мы выложены промыть через сито под холодной водой правильно да василина под холодной водой весь рисок тут у нас 300 грамм риса не страшно промываем рисок все неграды с водой мы решим все даем стечь правильно даем стечь это где-то две-три минуты рис стекает он не отваренный он просто пар парен и перепаренный давай показываем мясо мясо тут полтора килограмма свиноговяжий фарш причем кстати это фарш ассорти нехороший купленный в сельпо один в сельпо другой в другом магазине почему потому что я посчитал что маловато будет фарша ассорти фарш вы понимали это 70 на 30 то есть 70 процентов свинины 30 процентов это говядина как-то так что дальше делаем дальше мы высыпаем рис 300 грамм риса соль и зажарка мы сейчас зажарку перца сколько кидаем на глаз это где-то пол чайной ложки соли можно я пожалуйста так где-то полторы столовые ложки не столовая ложка где-то так зажарочка добавляем смотрите половину прям сюда половину зажарочка прям половину да у вас вообще все хватит и это все так понимаю вымешиваем на сколько долго надо вымешивать что масса была однородной можно было как котлетный фарш чтобы что его долго выбивать так что коты уже успокоились убежали вот такой красивый фарш получилось это пять минут вымешивания и все в общем нужно порезать сало так где-то так где-то 5 нарежем его замерзши надо нарезать 5 кусков сала тонких толстых палец более тяжело но мы постараемся сало мороженое штук пять нам надо на наш большой казан в общем такие кусочки так процесс пошел уже голубцу здесь наделали как вы видите ну вот василина показывает мастер-класс я пока вытираю полностью казан сухой салфеткой я его сплошну что мы делаем дальше добавляем сюда сало я правильно понимаю? на дно сало кладешь на дно кладем сало на дно вот так вот вот так вот выкладываем сало на мороженое вот такое ну главное я так понимаю что сок был правильно? дальше что мы делаем? пока крутим голубцы выкладываем крутим голубцы давай показывай как делать я хоть попробую сейчас я так понимаю надо брать нет берешь вот этот вот лист вот этот давай так так вот так какой стороной ты будешь крутить? ну не знаю он должен закручиваться он должен вот так а понял понял он должен класть фарш вот сюда да вот сюда кладешь фарш так и вот нет нет и вот таким образом вот закручиваться все и теперь вот это и вот так вот да как-то так вот вот такая штука получает голубцы большие потому что очень большие да ладно нормальные вот эти маленькие да здесь их много видишь фарша так вот так вот короче а вот этой стороны столько фарша да? да вот так фарша не так вот ну я понял да чтоб оно прилегало вот так это первый раз я вообще глупцы делаю если честно сейчас подожди не с этой стороны у тебя прилегает вот а вот это понял 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 вот такой вот короче вот такой вот голубец у нас получается у нас получается ну это мастер-класс понимаешь это все мастер-класс поэтому вот смотрим как это все делается так давай я тут еще один раз попробую да с этой стороны вот вот тоже вчера так и так вот так вот кладем ну прижимаем чуть-чуть я так понял потом вот вот так я понял подожди так не с этой стороны или с другой стороны все понял 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 короче вот низок вот этого там где толстенькая вот так и же не объяснила кстати уж что вот так вот чик чик все вот она то ну а так вот давай сегодня сделаем значит толстый низ все это много сделаем маленький как вы любите ну нормально чего 1 чик вернул ну так вот все класс он конечно такой не магазин но такое кстати стас вот эту капусту ты заморозишь и потом мы на следующий раз не будем париться делать голубцы кстати легко элементарно по кулечкам это но я тоже всегда так делаю когда меня остается но просто меньше фарша класть очень большие листы но меньше фарша ты же понимаешь это не тот продукт ну конечно поэтому так теперь мы сейчас будем выкладывать уже сюда прямо да я могу выкладывать вот таким вот образом таким вот образом выкладываем наши голубцы в казан крупной частью вниз а теперь клади вот это вот так понял понял вот так вот мы выкладываем так правильно так так то это вот так как так так вот так сюда на что-то кидаем плотно-плотно к поверхности казана правильно перемазывать перемазать сейчас жарочки жарочка у нас идет со сковороды так чуть-чуть лучше так понимаю что у нас будет не один ряд наших будет несколько надо распределить обязательно делаем второй ряд это мы голубей кстати плотно 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 не понял так делаем нам нужно уложить полностью второй ряд так вот а шивана прилегала к моркови и луку и друг другу не друг другу ну чтобы вкус и короче да вот они перемешать перемешались а еще чтобы если они будут да и не развалится это самое главное о так теперь нужно я думаю еще морковки правильно на первый слой вот это много морковки ну извините я что-то как все до этого пока хватит вот этого морковки ходят нам же еще наверно надо еще наверх сам так все это красивенько чтобы наш когда кипела чтобы она все было в жидкости а в жидкости а в жидкости сейчас приготовим супер вот так вот сюда вот 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 теперь мы перебрасываем всю полностью сало есть ребята мясо испешка сюда за жарочку на сюда перебрасываем вот так вот так и распределяем до морковка лук она попала на все наши глупцы капли остались все заливаем то что мы жарили да но заливаем это все водой вот и чтобы не пропадала чистой водой родниковой чтобы это все не пропадало мы сейчас это все заливаем голубцы заливаем мы голубцы заливаем заливаем просто чистой воды все супер и еще воды добавляем все так все мы это дело не солим не перчим ничего просто вот накрываем тарелкой чтобы она была у нас в воде накрываем это все крышкой правильно и даем закипеть до такой часто им ставим на огонь и не даем закипеть 20 нужно проварить все ставим это на огонь все открываем поддувала даем закипеть и 20 минут пускай кипит без всяких проблем ждем так вот эти листы которые стали скоростью мы берем просто в пакетике складываем завязываем и кладем морозилку до нового года может быть до дня рождения такое завязываем и и на и выпускаем воздух полностью так вот и бросаем короче это всю морозилку воздух спускаем воздух нам тут не нужен и отправляем морозилку все смотрим когда закипит и отсчитываем он уже почти кипит кстати и отсчитываем 20 минут до так голубцы у нас уже кипят так вот на красиво что там уже поразвалилась чуть-чуть ну такое ничего этого все восстановим так снимаем наш казан луксами так и открываем крышку вот такая штука у нас получилось пока что нам нужно я так понимаю крышку эту отсоединить я имею ввиду она горячая нам нужна вот эта жидкость сколько половников этой жидкости два половника где два давай еще 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 конечно давай еще 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 а с морковкой там это просто жидкость все равно она же туда вернется еще томатной пасты ну так еще добавляем сюда еще жидкости сметаны тут 400 грамм сметаны там еще где-то 200 грамм так лавровый лист еще добавлять воды или ничего не развалились это вот этот один грани короче это он так так лавровый лист мелко мелко сахар ты принес нет сахара не ну где-то полторы чайной ложки надо сахар не все полторы чайной ложки не не это много все все-все-все до перемешиваем остальное сметана куда на стол ты будешь подавать то есть мы получается где-то грамм 200 сюда в убухали сметану еще же было это перед этим сметану а где сметана но еще один маленький пакетик а ну да и гнину что сюда пошло 200 грамм сметана 200 200 миллилитров не 200 грамм 200 грамм там проблема между домашний покупной сметаной что домашняя никогда не сбивается вот такие комки видишь магазинная всегда василина пошла пробовать и и добавляем еще соли еще щепотку соли и я думаю больше ничего давай сахар еще чуть-чуть тут чуть-чуть как раз смокота и и все сюда теперь приливаем выливать надо выливаем по кругу аккуратненько вот так вот да потихоньку чтоб она все промокла чтоб она все пропиталась вот это все штукой короче мы это все заливаем даже до за глуби с которым типа типа развалился развернулся все вот красота теперь я так понимаю что нужно вставить это все дело томи сада вот она закипит и минут 40 томи 40 минут чтобы она томилась и этого накрывала можно приступать до накрываем это все крышкой горячего я честно говоря думал что надо сюда две банки понимаешь этого томатов зачем тебе не надо так закрываем это все крышечкой тарелку тарелку да тарелку давайте тарелочку вот так закрываем и отправляем на 40 минут в тандыр ставим на томление на 40 минут закрываем подувало все плотно и забываем на 40 минут да они должны еще закипеть сначала да и 40 минут короче не нужно томиться он грубо говоря где-то час то есть вот от этого момента где-то час все ждем потом посматриваем так прошло где-то 40 минут вот мы видим процесс ну еще где-то минут 20 мы это все дело кипятим и томим на медленном медленном огне так ребята все готово уже полностью все готово сейчас будем сервировать оставляем наше блюдо голубцы с огня даем пять минут немного остынуть глупцы у нас отстоялись где-то минут 10 где-то так можно посмотреть это все выглядит забрали тарелку накладываем голубец надо брать щипцами о о капуста проварилась мясо проварилась ну а вы ребята напишите как вы готовите голубцы как правильно готовить голубцы потому что это были правильно голубцы на самом деле это вот шеф-повара будем это говорить нашего района нашего региона голубцы по-украински и пишите комментарии ставьте лайки подписывайтесь на канал всего доброго до новых встреч счастливо пока и все и все и и Продолжение следует...